Наше путешествие начинается в завораживающем городе Марракеш, где площадь джема эльфна оживает ночью. Запах шипящего на огне кебаба и насыщенный аромат таджина, тушеного в глиняных горшочках. Таджин – это блюдо, которое готовится на медленном огне из нежной баранины или курицы, овощей и множества специй, и оно олицетворяет душу марраканской кухни. Секрет насыщенного вкуса таджина в сочетании сладких и острых специй. Попробуйте корицу, кмин и шафран с абрикосами или оливками. Вы когда-нибудь задумывались, почему это блюдо так популярно? Все во вкусе, но и в традиции есть его всей семьей с друзьями. А кебаб? Его готовят прямо у вас на глазах. Ароматный, сочный, очень вкусный. Что бы вы выбрали первым? Пряный таджин или аппетитный кебаб? 15. Бинда Теок, Токпоки, Южная Корея. Из пустынь Марокко мы попадаем на оживленные улицы Сеула, на рынок Ваньчжан. Сюда местные жители приходят за настоящей уличной едой, и два блюда особенно выделяются. Бинда Теок и Токпоки. Бинда Теок – это хрустящий золотистый блинчик с начинкой из овощей и мяса. Он идеально прожарен, хрустящий снаружи и мягкий внутри. А если вам хочется чего-то остренького, то вам нужен токпоки. Это тягучие рисовые лепешки, пропитанные острым сладко-соленым соусом из гачуджана, от которого вам захочется пить и есть одновременно. Знаете ли вы, что токпоки когда-то были королевским блюдом? Раньше его подавали аристократам, а теперь оно стало популярным уличным блюдом. Если бы вам пришлось выбирать, что бы вы предпочли? Хрустящий и нежный бинда Теок или острый токпоки. Номер 14. Чиат Паратас, Джалиби, Индия. Далее мы отправляемся в Дели, где царит Хаас, но есть своя прелесть. На каждом углу здесь можно найти продавца уличной еды, который предложит вам что-то, чего вы, возможно, никогда раньше не пробовали. Чат, например, это блюдо из жареного теста, картофеля, йогурта, тамариндового чатни и смеси специй, которые порадуют все ваши вкусовые рецепторы одновременно. Оно сладкое, соленое, острое и пряное. Это настоящий взрыв вкусов. Но это только начало. Чин Дни Чоук также славится паратами, слоеными лепешками с начинкой, которые обжариваются до золотистой корочки. Их можно наполнить чем угодно, от острого картофеля до панира. А когда придет время десерта, Джалиби – это то, что вам нужно. Эти ярко-оранжевые сладкие спирали снаружи хрустящие, а внутри пропитаны сиропом. Вы когда-нибудь задумывались, почему индийская уличная еда так популярна? Все дело в невероятном разнообразии вкусов в каждом блюде. Какое сочетание сладкого и соленого вам нравится больше всего? 13. Тако Аль Пастер Мексико Теперь мы отправляемся в Мехико, где готовят одно из самых любимых уличных блюд – тако Аль Пастер. Представьте себе тонкие ломтики маринованной свинины, медленно приготовленные на вертеле, как шаурма. Именно это делает тако Аль Пастер таким уникальным. На самом деле это блюдо было привезено в Мексику ливанскими эмигрантами в 1920-х годах. Когда свинина становится хрустящей снаружи и сочной внутри, ее выкладывают на теплую тортилью, посыпают луком, кинзой и ломтиком ананасом. Сочетание копченой острой свинины со сладким ананасом – это вкус, который вы не забудете. Сможете ли вы справиться с острым соусом, который к нему подают? Тако Аль Пастер – это не просто еда. Это праздник богатой кулинарной истории Мексики и культурного разнообразия. 12. Паттай, Таиланд В Бангкоке на улицах полно торговцев, которые за пару минут приготовят вам тарелку Паттай. Это знаменитое блюдо состоит из рисовой лапши, креветок, тофу, яиц, арахиса и ростков фасоли, политых острым соусом из тамаринда. Паттай привлекает идеальным сочетанием вкусов – сладкого, соленого и кислого. Торговцы часто готовят его прямо на ваших глазах, обжаривая лапшу на большом огне. Это любимое блюдо не только в Таиланде, но и во всем мире. Что делает Паттай таким особенным? Он универсальный, его можно приготовить по-разному, и он всегда вкусный. В следующий раз, когда будете проходить мимо палатки с Паттай, возьмите себе тарелку. Вы не пожалеете. Номер 11. Вьетнамский Банми На улицах Вьетнама Банми – это уличная еда, которую все любят. Этот сэндвич, сочетающий французские и вьетнамские вкусы, подается в хрустящем багете с мясом, маринованными овощами, кинзо и чили. Это идеальное сочетание текстур и вкусов – хрустящее, острое и свежее. Банми появился благодаря французскому колониализму, но со временем стал по-настоящему вьетнамским. Что делает Банми таким неотразимым? Это свежесть ингредиентов и баланс вкусов в каждом кусочке. Если бы вы могли есть только Банми всю оставшуюся жизнь, что бы вы выбрали в качестве начинки? Свинину, тофу или что-то другое? 10. Итальянская пицца Аль Тальо Наше путешествие приведет нас в Рим, где пицца Аль Тальо – это уличная еда. В отличие от круглой пиццы, к которой вы привыкли, эта пицца выпекается в больших прямоугольных формах и продается на вес. Вы найдете бесконечное разнообразие начинок, от классической маргариты до оригинальных сочетаний, таких как цветы цукини или трюфельное масло. Тесто получается воздушным, с хрустящей корочкой, и это идеальная основа для начинки. А самое лучшее в том, что вы можете выбрать, сколько пиццы вам нужно, хотите ли вы просто перекусить или полноценно поесть. С чем бы вы хотели пиццу, если бы могли выбрать что угодно? Номер 9. Такайки Япония В Осаке Япония обязательно нужно попробовать такайки. Эти маленькие круглые шарики готовятся из пикантного теста с кусочками осьминога и обжариваются в специальных формочках до золотистой корочки. Но на этом веселье не заканчивается. Они политы острым соусом, майонезом и хлопьями бонито, которые плавятся от жара. Такайки хрустящие снаружи и мягкие внутри, с нежным вкусом осьминога. Наблюдать за приготовлением такайки – это уже половина удовольствия. Как ловко продавцы переворачивают каждый шарик в формочке, это завораживает. Вы когда-нибудь пробовали осьминога? Если нет, то это отличный способ попробовать. Номер 8. Сяолунбао Шанхай в Китае славится многими вещами, и Сяолунбао занимает одно из первых мест в списке. Эти нежные пельмени с бульоном и свининой нужно есть особым способом. Сначала нужно проткнуть маленькое отверстие, чтобы выпустить пар, затем аккуратно выпить бульон и только потом съесть пельмень. Бульон внутри насыщенный и пикантный, а тесто тонкое, но достаточно прочное, чтобы удержать все внутри. Сяолунбао – прекрасный пример того, почему уличная еда в Шанхае так популярна. В чем секрет того, что суп остается внутри пельменя до нужного момента? Все дело в мастерстве шеф-повара. Номер 7. Хамон иберико Испания В самом сердце барселонского рынка Бокерия вы найдете хамон иберико – вяленую ветчину, которая не похожа ни на что другое. Тонкие ломтики этой ветчины тают во рту, а насыщенный ореховый вкус получается благодаря тому, что свиньи питаются желудями. Хамони у баричи часто подают с другими закусками, например, с морепродуктами, оливками или сыром манчево. Но это главное блюдо. Чтобы приготовить эту ветчину, требуется много времени и усилий, поэтому она считается настоящим деликатесом. Вы когда-нибудь пробовали что-то настолько простое, но в то же время роскошное? Номер 6. Колумбия В Колумбии уличная еда – это Эти толстые кукурузные лепешки готовят на гриле и начиняют самыми разными начинками – сыром, авокадо, мясом и многим другим. В каждом регионе Колумбии есть свой вариант арепы, что делает ее символом разнообразной кухни страны. Они сытные, вкусные, идеально подходят для быстрого перекуса на ходу. Самое лучшее в них то, что арепы невероятно универсальны, поэтому их можно есть как со сладкими, так и с солеными начинками. Если бы вам пришлось выбирать, с чем бы вы хотели съесть арепу. Номер 5. Банничофф, Южная Африка Это блюдо родом из Дурбана, где его очень любят. Банничофф Уже больше века Банничофф может показаться необычным, но в Южной Африке это культовое уличное блюдо. Оно появилось в Дурбане и представляет собой булочку с начинкой из острого карри. Хлеб пропитывается насыщенным вкусом карри, и каждый кусочек получается очень вкусным. Изначально его придумали индийские рабочие, которым нужна была сытная еда, которую можно было бы взять с собой, а сегодня его любят все. Вы когда-нибудь ели что-то из булочки? Бутерброд Банничоу – это сочетание ярких вкусов и простоты. Это блюдо, от которого невозможно оторваться после каждого кусочка. Номер 4. Маникиш Ливан В Ливане маникиш – это любимое блюдо на завтрак, которое также идеально подходит для любого времени суток. Представьте себе лепешку, щедро намазанную зоотаром, смесью тимьяна, кунжута и сумаха, или может быть сыром или фаршем. Хлеб выпекается до хрустящей корочки снаружи и мягкости внутри, что делает его идеальной основой для этих простых, но ароматных начинок. Это уличная еда, которую легко взять с собой, но она все равно очень вкусная. Маникиш – это воплощение простоты ливанской кухни, где качество ингредиентов выходит на первый план. Если бы вы могли выбрать начинку, что бы это было? Зоотар или сыр? Номер 3. Путин, Канада Картофель фри Картофель фри и сыр Мы вышли на новый уровень Теперь мы отправляемся на заснеженные улицы Квебека, где Путин – это не просто еда, это целое явление. Путин сочетает в себе три, казалось бы, простых ингредиента. Хрустящий золотистый картофель фри, горячий пикантный соус и тягучий сыр. Но результат просто потрясающий. Картофель фри придает хрусткость, соус, теплоту и насыщенность, а сыр – тягучую текстуру, которая связывает все воедино. Традиционно подается большими порциями, это идеальное блюдо для холодных зимних вечеров. Но теперь Путин можно найти в меню по всей Канаде и даже в высококлассных ресторанах по всему миру, где повара добавляют свои фирменные ингредиенты, например, свинину, фуа-гра или трюфельное масло. Представьте, как вы наслаждаетесь горячим путином после долгого дня на морозе в Канаде. Это как теплое объятие в виде еды. Неважно, любите ли вы классику или предпочитаете экспериментировать с изысканными блюдами, Путин заслужил свою репутацию. Вы когда-нибудь задумывались, как обычный картофель фи стал культурной иконой? 2. Гонконгские яичные вафли В любом районе Гонконга, но здесь их готовят с разными вкусами. На оживленных улицах Гонконга глаза разбегаются от разнообразия еды, но яичные вафли стали бесспорными лидерами среди уличных закусок. В их форме, похожей на соты, есть что-то ностальгическое. Они готовятся из жидкого теста, вылитого в специальные формы. Продавцы обычно подают их горячими в бумажных пакетах, чтобы вы могли отламывать кусочки и наслаждаться вкусом. Изначально их подавали без добавок, но сегодня яичные вафли стали самостоятельным блюдом с различными начинками, от сгущенного молока до мачи и мороженого. Они стали популярны не только в Гонконге, но и в модных десертных магазинах по всему миру. Контраст текстур, хрустящая корочка снаружи и мягкая внутри, делает их такими вкусными. А вы как думаете? Вы больше любите классический вариант или предпочитаете экспериментировать с новыми вкусами и начинками? 1. Кошари, Египет. Мы завершаем наше путешествие в Египте, где национальное блюдо Кошари – это пример того, как из простых ингредиентов можно создать нечто по-настоящему необычное. Кошари – это сытное блюдо из риса, чечевицы, нута и макарон, заправленное острым томатным соусом и хрустящим жареным луком. Оно сытное, недорогое и очень вкусное. Это блюдо имеет богатую историю, когда-то оно было едой для рабочего класса, потому что его легко приготовить, и оно недорогое. Но пусть вас не обманывает его скромное происхождение. Сейчас Кошари нравится всем, от уличных торговцев до элитных ресторанов. Особенность Кошари в том, что в нем идеально сочетаются текстуры и вкус. Хрустящий лук, мягкая паста и рис, теплый соус. Это блюдо, которое насыщает и дарит чувство комфорта. Традиционно его подают с уксусом и острым соусом, но вы можете приготовить его по своему вкусу. Вы когда-нибудь задумывались, как что-то такое простое может быть таким сытным? Вот оно, 16 блюд уличной еды со всего мира, каждая из которых отражает свою культуру и историю. Какое вы попробуете первым? Уличная еда – это не просто быстрый перекус. Это окно в сердце города, маленькое приключение, которое ждет, когда вы его откроете. Продолжение следует...